МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнуржакин. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. И вновь маленький ребенок выпал из окна многоэтажки. В этот раз пострадавший остался жив благодаря тому, что упал на крышу магазина. Всего с начала года из окон домов выпало 14 детей. Члены комиссии партийного контроля по поручению Акима области посетили дома 15-го микрорайона. Они ознакомились с ходом работ по благоустройству дворовых территорий домов Октябрьского района. Уникальную историческую религию хранит карагандинец Бахыт Белялов, фоксимильную печать своего предка, султана Баянаульского внешнего округа Мусы Шурманова. 200-летний юбилей просветителя будет отмечать вся общественность Казахстана. Трехлетний малыш выпал из окна четвертого этажа на крышу магазина, пристроенного к жилому зданию. Спасатели спустили его на землю при помощи альпинистского снаряжения. На этих кадрах спасатели осторожно спускают трехлетнего малыша с крыши магазина. Ребенок надежно закреплен в мягких носилках. Как сообщает пресс-служба областного департамента по чрезвычайным ситуациям, 15 августа трехлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа на крышу магазина. Вот что рассказывает очевидец и участник спасения. Сразу мы здесь на стройке работаем, сразу в стройке бежали и лестницу вытащили. И на лестнице поднялись, а так мы не смогли подниматься от магазина крыши. И поднялись, показали первую помощь, скорые МЧСники вызывали. С травмами ребенок был доставлен в областной медицинский центр. Сегодня врачи оценивают его состояние как стабильное. У него получается закрытая черепно-мозговая травма. Вся медицинская помощь ему оказывается. Сейчас он находится в областном медицинском центре в реанимации. Но сегодня состояние у него стабильное уже, на улучшение идет. И сегодня или завтра уже его переведут в областную детскую клиническую больницу для дальнейшего обследования и для лечения дальнейшего. По информации ведомства, это уже 14-й по счету случай выпадения детей из окон и балконов многоэтажных домов с начала лета. Основная причина травматизма и гибели детей – недосмотр со стороны взрослых и родителей. С начала года это уже 14-й случай выпадения ребенка из окна и балконов многоэтажных домов. Три случая, к сожалению, с летальным исходом. Но основная причина этих несчастных случаев – это недосмотр со стороны взрослых. Спасатели в очередной раз настоятельно рекомендуют не оставлять маленьких детей одних, отодвигать от окон все виды мебели, никогда не рассчитывать на москитные сетки и ставить на окна специальные фиксаторы. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Караганде проходит день цифровизации. Был организован круглый стол, на котором обсудили внедрение цифровых технологий. Также в течение дня карагандинцы имели возможность ознакомиться с IT-проектами, представленными на выставке. В рамках дня цифровизации за круглым столом в здании карагандинского областного филиала партии Нур-Отан собрались представители бизнеса и государственных органов Карагандинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей. Участники мероприятия говорили о том, какую работу необходимо проделать для внедрения цифровых технологий в различные сферы. На ближайшие годы цифровизации планируется охватить сферы здравоохранения, безопасности, образования, ЖКХ и транспорта. Сейчас главное мы должны в 2018 году покрыть пять направлений смарт-сити. Это безопасность, ЖКХ, транспорт, образование и здравоохранение. Вот эти пять направлений должны быть выполнены в 2018 году. По всем вот этим пяти направлениям Карагандинской области идут очень интенсивные работы. В ходе круглого стола о реализации программы «Цифровой Казахстан» рассказали представители других областей. Так, исполняющий обязанности руководителя Центра информационных технологий аппарата Акима Восточно-Казахстанской области Ренат Алматов поведал об одном из новых проектов – единой интеллектуальной системе. Инновационный проект намерен сделать регион безопасным, умным и удобным для жизни граждан. Так планируется внедрить обязательное видеонаблюдение во дворах и на улице. Современное LED-освещение с LED-светильниками. Будут предусмотрены умные паркинги и теплые остановки. В целях реализации пилотных микрорайонов в городах Ускменно-Угорской семьи определены 20 многоквартирных жилых домов. Работы по их установке и подключение к единой интеллектуальной информационной системе на 2018 год составят 16 домов и 4 остальных в 2019 году. Далее участники «Круглого стола» посетили выставку IT-проектов, которая состоялась во дворце спорта имени Нуркена Абдирова. Мероприятие посетил заместитель Акима Карагандинской области Алмаз Айдаров. В свободно-экономической зоне зарегистрировала компания «Перспективы КНЗ», которая будет производить рубежи и вот эти четыре ТПК, терминалы к средств связи. Когда? В данный момент. В данный момент с управляющей компанией запрещен договор. Производится сейчас развертывание производства. На выставке вниманию посетителей представили множество интересных проектов, нацеленных облегчить жизнь современного человека. Среди них облачный сервис 1С «Фрэш». Компания упрощает работу предпринимателям, руководителям, менеджерам и бухгалтерам. К примеру, с помощью приложения можно производить расчет зарплаты сотрудников удаленно. Программа доступна через интернет в любое время, в любом месте. Одним из активных пользователей сервиса является департамент внутренних дел Карагандинской области. Примечательно, что программа 1С широко используется во всем Казахстане. Наша деятельность все охвачена. Весь Казахстан, можно сказать. В разных регионах стоит наша программа. Потому что сейчас есть программа по удаленному доступу. Это «Коннект 1С». И с помощью этой программы мы можем удаленно обслуживать наших пользователей, которые находятся в разных регионах Республики Казахстан. А это «Стальной гигант» собранный учеником областной специализированной школы для одаренных детей Алиханом Сайликеевым. Юноша перешел в 11 класс. Своего робота школьник собрал в 9 классе и с тех пор представлял его на многих конкурсах. На очередном конкурсе, который проходил в России, Алихан занял первое место. В школе «Мурагера» робототехника является факультативным предметом. Интерес к ней довольно высок, отмечает юный разработчик. О своем детище Алихан рассказывает с гордостью. Везетел он его самостоятельно. «Отличие от других роботов в том, что это полностью самодельный проект. Его корпус был создан на 3D-принтере. А 3D-принтеры – это у нас сейчас очень современная технология, которая еще и еще дорабатывается. А также биолоиды стоят по несколько тысяч, по 500 тысяч, то есть в 10 раз дороже, чем мой робот. Мой робот может обойтись где-то в 50 тысяч тенге, а биолоиды у него стоят еще дороже. То есть это более доступный проект для детей, который они могут сделать сами и получить при этом хороший опыт». В завершении дня цифровизации будут определены лучшие проекты, соответствующие тематике «Умного города». Токжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Члены комиссии партийного контроля по поручению Акима области посетили дома 15-го микрорайона. Они ознакомились с ходом работ по благоустройству дворовых территорий домов Октябрьского района. Рейдовые мероприятия прошли в рамках программы благоустройства и озеленения дворов. Во дворах домов номер 20, 22 и 37 Октябрьского района Караганды вовсю идут ремонтные работы. Здесь устанавливают бордюры, укладывают брусчатки и подготавливают основания для асфальтного покрытия. Также активно ведутся установки опор освещения, скамеек, урн во дворах домов номер 26, 28 и 30. Планируется, что общие работы продлятся до 30 сентября текущего года. По инициативе Акима Карагандинской области в прошлом году была принята программа благоустройства и озеленения дворов. И согласно этой программе по поручению Акима области мы сегодня, комиссия партийного контроля при областном филиале партии НРОТАН, также депутаты данного округа, кооперативы собственников квартиры, а также жители и представители госорганов выехали для мониторинга проведения тех работ и качества выполнения тех работ. На сегодняшний день в Октябрьском районе в 38 дворах ремонты уже завершены. Как утверждают партийцы, все работы выполнены качественно. В свою очередь они призывают людей содержать дворы в наглядном состоянии. Подрядчики учитывают все замечания и предложения жителей, а их, как оказалось, тоже немало. В основном много просьб от жителей. Кому-то не нравится, что бордюр не так. Кому-то в основном парковочные места просят. Кто-то говорит, дорогу сузите, кто-то говорит, расширите. Потом просят много. Двор сейчас ровный стал, на машине ночной на скоростях. И они просят, в народе говорят, лежащий полицейский, они называются по-другому. Такие моменты. Напомним, на текущий год запланировано привести в порядок 100 дворовых территорий по Караганде. Из них 50 в Октябрьском районе и еще 50 в районе имени Казбекби. На эти цели из бюджета города было выделено более 2 миллиардов тенге. Германия и Казахстан – экономические системы в сравнении. Семинар на эту тему состоялся в региональной палате предпринимателей «Атамикен». Представительство фонда имени Конрада Аденаура в Казахстане рассказал карагандинским предпринимателям основные аспекты экономики нашей страны. Республика Казахстан, особенно Карагандинская область, имеет большой энергетический потенциал. Речь идет об использовании возобновляемых источников энергии, таких как ветряные и солнечные электростанции, биотопливо. Это отметил представитель фонда имени Конрада Аденаура в Казахстане Томас Хельм, выступая перед карагандинскими предпринимателями. Когда мы говорим о возобновляемых источниках энергии, то биомасса – это одна из сфер. Поэтому здесь сейчас идут большие дискуссии по поводу того, как правильно использовать земельные ресурсы. Мы будем использовать земельные ресурсы для того, чтобы засаждать их растениями для продовольствия, либо мы будем использовать землю для того, чтобы, например, засаждать кукурузу, рапс и другие растения, из которых можно получать энергию, например, биодизель. В своем выступлении Томас Хельм подробно остановился на особо важных аспектах экономики Казахстана. Он объяснил основы социально-рыночной экономики, возможности ее дальнейшей трансформации и политические рекомендации для Казахстана с точки зрения Германии, а также основы и тенденции социально-рыночной экономики Германии. Участники семинара отметили, что мероприятие оказалось чрезвычайно полезным и интересным. Ну, конечно, учиться никогда не поздно. И очень интересно, что представители германского бизнеса заинтересованы в развитии связей между нашими странами. Это как нельзя более удачно попадать в программу, озвученную президентом 2030, потому что нам есть чему у них поучиться, а учитывая наш богатый природный потенциал и используя их передовые технологии, это очень большой рывок вообще в нашей экономике и, соответственно, в благосостоянии наших граждан. Во всем мире действует свыше 70 представителей Германского фонда имени Конрада Аденауэра. Представители фонда вносят вклад в содействие развития демократии, правового государства и социальной рыночной экономики. Андрей Теншал, Карл Тенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. На карте сакральных мест Казахстана появился еще один объект. Это мавзолей Мусы Шурманова, 200-летний юбилей которого будет отмечать общественность всего Казахстана. Полковник, султан, глава Баянаульского внешнего округа, этнограф, просветитель – все это вместил в себя Муса Шурманов. В Караганде проживает его прямой потомок, который хранит семейную реликвию – фоксимильную печать своего предка. Проект возведения мавзолея на родине Мусы Шурманова приурочен к 200-летию легендарной исторической личности. Уроженец нынешней Павлодарской области Муса Шурманов не совершал военных подвигов, не прославился литературными или музыкальными произведениями, но, тем не менее, его имя не забыто земляками, потому что он – АГ-султан и правитель Баянаульских земель. В 1855 году в числе девяти депутатов казахов Среднего Жуза он был приглашен на коронацию императора Александра II. Народное признание Шурманов заслужил за то, что неустанно заботился о просвещении казахов. Понимая, что будущее народа в образовании и культуре, Муса Шурманов ввел большую деятельность по привлечению казахской молодежи для обучения в русских школах и пансионатах. Прапраправдан Мусы Шурманова профессор Бахыт Белялов большую часть жизни посвятил службе науки на кафедре геологии и разведке месторождения полезных ископаемых Карагодинского государственного технического университета. Выйдя на пенсию, увлекся историей. У него с плечами четыре книги. Последняя из них посвящена Мусе Шурманову. Я решил заняться на пенсии вот историей. То, что я знаю, события, об этом широкая общественность не знает. Выдумывают всякие истории, подавающие вот этому событию. А истину саму народ не знает. И я вот это написал в книге. Как зеницу ока он хранит семейную реликвию фоксимильную печать Мусы Шурманова, сделанную из горного хрусталя. В ней отражены все перепятии истории Казахстана 19-го и 20-х веков. Печать помнит всю переписку известного предка. Она могла пропасть в годы коллективизации и гонения на казахстанскую интеллигенцию. Но этого не случилось. Фоксимильная печать Мусы Морза попала в семью моего дедушки таким образом. Во время конфискации конфискаторы не увидели ценность этой печати. Они делали опись золота, кровь, шуб и так далее. Мавзолей к 200-летию Мусы Шурманова будет открыт 15 сентября на родине султана. А 16 сентября отметит свое 80-летие Ибахыт Белялов, потомок великого просветителя и общественного деятеля Казахстана 19-го века. Казахстанская история полна своими героями. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 18 августа состоится празднование 350-летия Бухаржурау-Калкаманулы. В честь знаменательной даты планируется устроить масштабное празднование. Насыщенная программа включает в себя возложение цветов к памятнику Ахына, соревнования по национальным видам спорта, а также праздничный концерт, на котором выступят творческие коллективы и звезды казахстанской и зарубежной эстрады. На протяжении всего года в регионе проводились мероприятия различного масштаба, приуроченные к 350-летию Бухаржурау-Калкаманулы. В течение года на древней земле сорорки устраивались мероприятия, посвященные Бухаржурау-Калкаманулы. Праздничные мероприятия в Корнеевском сельском округе стартуют 17 августа. В этот день пройдет торжественное открытие спортивных игр. Стартуют соревнования по кукпару. В субботу 18 августа состоится официальная церемония празднования 350-летия Бухаржурау-Калкаманулы. Возложение цветов к памятнику мыслителя и театрализованные представления состоится в первой половине дня. Затем на сцене выступят казахстанские и зарубежные исполнители. В этот же день пройдут соревнования по национальным видам спорта. Стоит отметить, что организаторы подготовили крупные призы победителям соревнований. В призовом фонде квартира в Астане стоимостью 12 миллионов тенге. Автомашины марки Toyota Prado и Toyota Camry. Квадроциклы, бытовая техника и многое другое. Во второй половине дня в поселке Бутагара запланирована вечерняя шоу-программа, которая завершится праздничным фейерверком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова